МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Вашингтон 16 октября 1962 года. Президент США Джон Кеннеди получает от ЦРУ и Пентагона фотографии, которые подтверждают, СССР размещает на Кубе стратегические ракеты, возможно, с ядерными боеголовками. Вооруженные силы США приведены в высшую степень боевой готовности. Мы вплыли вокруг этого острова, и нас, конечно, держали совсем в темноте. Никаких новостей нам не давали, и, значит, каждый день ожидали, что, может быть, вот в этот день мы войдем в атаку. 22 октября Кеннеди объявляет военно-морскую блокаду мятежного острова. Идет подготовка к американскому военному вторжению на Кубе. В передовом отряде должен был высадиться и он. В течение Карибского кризиса у меня огромное сомнение произошло в душе, что вот я записался воевать, и меня сразу же послали стрелять в русских. Вот так, в томительные часы ожидания, когда ядерная война между двумя сверхдержавами казалась неминуемой, Вэл Шелви, рядовой элитного подразделения морских пехотинцев США, превратился в Володю Шевелеву. И понял, что в своих стрелять не сможет. Никогда. Авиарейс Сан-Франциско-Шанхай. Регулярный восьмичасовой перелет над бесконечной гладью Тихого океана. Только для него, для Владимира Шевелева, это было невероятным путешествием по океану времени. Военный Шанхай 1949 года. Оттуда, 60 лет назад, начался беспримерный исход 6 тысяч русских эмигрантов в поисках нового пристанища. И среди них был он, шестилетний мальчишка. Тысячи людей, которые жили в городах Северного Китая, Цинтао, Цинзин, Мукден, Харбин, все бежали от красных коммунистов, китайцев и собрались, главным образом, в Шанхай. Вторая мировая война закончилась на Дальнем Востоке разгромом Японии. Однако в Китае она продолжалась. Гражданская война между националистами Чанкайши и коммунистами на Узе Думе. И ничего хорошего эта война русским эмигрантам не сулила. К 1948 году большая часть из них вернулась в СССР. Те, кто возвращаться не захотел, ждали своей участи в вольном городе Шанхай, который накрыла волна безвремени. Разруха, голод и голод. И из Шанхая это общество планировало, как дальше бежать, потому что сейчас, уже в 1948 году, красные китайцы грозили, что возьмут Шанхай. Для семи Шевелевых с малолетним Володей выбора не было. Вернуться на родину для них было смертельно опасно. Потомки первого судовладельца Дальнего Востока Михаила Шевелева. Они считались врагами трудового народа, а значит и врагами СССР. Там, совсем недалеко, может быть только 10 тысяч километров отсюда, расположена бухта Петра Великого и прекрасный город Владивосток. Много лет я думал про эти места, где жили мои предки, и много слышал о том, что они сделали для этого города. В Владивостоке до сих пор жива память о прадеде Владимира, Михаиле Шевелеве. Как считали многие, это был человек с государственным мышлением. Следуя принципу «все для пользы здешнего края», Шевелев самостоятельно обучился китайскому языку и системе свободного предпринимательства. Пытаясь соединить все лучшее Востока и Запада, он писал петиции царю, научно обосновывая свои планы по освоению богатейшего края, который досконально изучил в экспедициях великого исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. И царем Шевелев был услышан. Так возникло в Владивостоке первое бесперебойное торговое и пассажирское пароходное сообщение, связавшее Россию, Японию и Китай. Первое судоходство и рыбно-промышленный флот. И до сих пор там существует пристань Шевелевых. И остался дом. Нет, не мог Михаил Шевелев, истинный патриот Дальнего Востока, даже представить себе, что его внуки и правнуки будут жить за океаном в Америке. Учиться, да, но жить... Сам он был приверженцем правильного образования, потому что сам-то был самоучкой. Старший сын учился на Западе. А вот младший, Глеб... Родители послали моего отца в Шанхай учиться в английской школе. Революция в одночасье отрезала Глеба Шевелева от семьи и родины. Мальчика взял на воспитание дяди легендарный дальневосточный охотник Михаил Янковский. В отличие от Шевелевых, Янковский, не дожидаясь прихода Красной Армии, тайно перевезли всю семью и рабочих в Корею, где на приграничной с СССР территории за несколько лет построили отличное зверохозяйство и целую индустрию активного отдыха. Юный Глеб во всем брал пример со своего двоюродного брата, смелого и сильного Валерия. Но у Янковских Глеб Шевелев все-таки не остался. Выучив четыре языка, экономику и правду, он начал работать в Китае. Потом женился. Родился сын Володи. В 46-м году, когда Красная Китайская Армия грозила Северному Китаю, Маджурии, мои родители вынуждены были убежать еще раз из Могдана и приехали в Шанхай. Самолет из Сан-Франциско приземлился в Шанхае точно по расписанию, несмотря на непогоду. За небоскребами, на широких проспектах Владимир с трудом узнавал город детства. Этот изувеченный войной, но все-таки величественный город-порт, он впервые увидел в 46-м, когда семья оказалась на авеню Жофр в самой гуще русской эмигрантской жизни. И даже через 60 лет Шевелев нашел свой дом почти что сразу. А вот это уже знакомо. Велосипеды, все это так, как было. Конечно, много того, что новое построено. Автомобили, это, конечно, меняет атмосферу. Ну, в общем, вот этот двор я помню. Помню, как впервые мы сюда переселились, и как это все странно казалось. Помню, как спускался и играл с китайскими мальчишками. Когда уже совсем близко наступали армии Мао Цзэдонга, паника наступила на русских в Шанхае. Они быстренько должны были решать, как спасаться. Духовным лидером невозвращенцев стал епископ русской православной церкви, 52-летний Иоанн Шанхайский. В смысле спастись, я думаю, огромную роль сыграл Иоанн Шанхайский. Вот он умел, видите, вот он своей личностью, своим невероятным вот этим вот духом самопожертвования каким-то образом добивался чего-то. Под личной ответственностью владыки Иоанна оказалась судьба почти 6 тысяч человек. Штабом по спасению стал построенный под его руководством храм Пресвятой Богородицы с поручницей грешных. Да, в 47-48 году, почти 60 лет тому назад, я приходил в этот собор и с другими православными молились Богу. Даже сейчас, через столько лет, без крестов и золотых куполов, кафедральный собор внушительно возвышается над всей центральной исторической частью Шанхая. Величие храма не испортили ни биржи, ни ресторан, которые располагались здесь все последние годы. Что будет здесь дальше, пока еще не совсем ясно. Но для истории русской эмиграции, неразрывно связанной с историей православной церкви, это место имеет огромное значение. Здесь, в храме, в канун Рождества 1949 года, русским шанхайцам объявили о начале эвакуации. Голоса у нас не было, авторитета у нас не было, веса у нас не было, денег у них не было. Единственным государством, откликнувшимся на отчаянные призывы Владыки Иоанна на спасение русских эмигрантов, была Филиппинская республика. Но приглашение филиппинцев, нужно правильно понять, не было просто свободный въезд на Филиппины. Они предложили малюсенький остров на юге своей территории, который они превратили почти в концлагерь. Это теперь можно сесть в самолёт и за три часа долететь из Шанхая в Манилу. Кораблям с беженцами потребовалась почти неделя хода. Доставку русских и их проживание на острове взяла на себя международная организация, которая через год станет подразделением только что образованной ООН. Были арендованы два старых теплохода, Хвальен и Крестобайл, которые в январе 1949 года бесперебойно курсировали по маршруту Шанхай-Манила-Самар. Значит, поплыли мы на Филиппины, плыли мы на пароходе и пели частушки. По кораблю назывался Хвальен, по-китайски. Мы пели, значит, на Хвальеном, на Хвальене едем в тёпленький Самар. Самар – это горо, остров большой. Слава Богу, ни в находку, ни в кипящий самолад. Я очень хорошо помню ощущения, помню жёлтое море и духоту, жару. Ночная Манила 2009 года встретила Шевелёва всё той же влажной субтропической жарой. Он не остался в гостинице, и своё первое утро в филиппинской столице встретил на берегу одного из самых красивых в мире заливов, который Шевелёв, так и другие участники эпопеи впервые увидел 7 марта 1949 года. Марийский залив в 1949 году ещё был адом, потому что там торчали из-под воды со всех сторон сгоревшие японские и американские военные суда. Смотря на безмятежную гладь залива, трудно поверить, что вплоть до конца Второй мировой войны филиппины были ареной одной из самых главных битв за Тихий океан. Тогда на авианосцы военно-морских сил США обрушились сотни камиказ. Говорят, что даже сейчас, через 60 лет, часть затонувших в заливе судов не разминирована. Но этого притихшие русские, столпившиеся на палубах, ещё не знали, как не знали и того, что ждёт их по прибытии на остров Тубаба. Я посмотрел на тех, кто нас встречал, у них был совершенно уже одичавый вид. Я обратился к одному из них, вроде того, что вот, а где же мы будем жить? Он расхохотался, ха-ха, вот, говорит, и показал мне на джунгли. Остров, джунгли, ничего нету, боже мой, как мы тут, ну мы молодые, так для нас это, знаете, как праздник. Другие женщины в уморок падали. Никакого электричества, никакой воды. Просто им выдали палатки и койки. Владимиру Шевелёву потребовалось несколько дней, чтобы найти способ из Манилы добраться на Тубаба. В местном туристическом агентстве никто не верил, что этот человек почти три года прожил на острове, названия которого нет даже на большой карте всего филиппинского архипелага. Но маршрут в закрытую от туристов часть страны все-таки был проложен. И вот в пять часов утра самолет Шевелёва вылетел из аэропорта Манилы на остров Самары. Интересно было, что когда мы летели, как раз раздавали газету на борту самолёта, где большими буквами написано, что украли католического священника, террориста, который как раз вот из этих южных краёв. И мы туда, значит, стремились приехать. После приземления Владимиру предстояло на машине проехать ещё около 250 километров до южной оконечности острова Самары. Такого же, каким он был 60 лет назад. Палатки были малюсенькие. Там только было место для коек и, может быть, какой-нибудь стол и ящики, в которых вещи держались. Мы жили в палатке на 8 человек. Значит, нас было четверо. Папа, мама, я и брат. Семьи разные, разного культурного уровня, требований. Никакой личной жизни не могло быть. Всё перемешалось. Жители каменных джунглей оказались в джунглях настоящих. В первое время многие беженцы воспринимали происходящее с юмором, как развлечение, как долгожданный отпуск в скаутском лагере. У меня была тётя, которая когда-то считалась очень красивой. Помню, что какой-то филиппинец познакомился с ней, и она его очаровала. Он её спросил, что он может ей подарить. И она ему сказала, что она хочет ручную игуану. Она сделала цепочку такую, поводок, и гуляла с этой игуаной по лагерю. Кошмар этих мест – удушающая влажность и жара. Даже местные жители стараются днём не выходить на солнце без зонтика. Все стёкла машин заклеивают бумагой, оставляя только узкие прорези, как бойницы в танке. Автомобильная дорога, по которой уже три часа ехал Шевелёв, внезапно оборвалась у кромки океана. И когда мы приехали, город такой маленький, что ошибиться невозможно было. Что это и есть вот пристань, откуда видно маленький остров. Но нигде нет мостика. Так что мы пробовали как-то узнать, где мост. И через полчасика пару старушек и старичок вышли. Слава Богу, одна из этих старушек была преподавательница английского языка. И она подтвердила, что когда-то, да, был мостик. Но его давно-давно тайфун снёс. 60 лет назад они ходили здесь по мосту. Сейчас единственным средством связи между двумя островами оказалась Кануэль. Ну и тогда, и сейчас этот берег называли и называют Русским. Глядя на этот доисторический лес, трудно даже предположить, что они прожили здесь почти три года. Что здесь были улицы, а лагерь был разбит на районы, каждый из которых носил своё название. Большинство нашей группы попало в 11-й район, а для музыкантов сделали отдельный 11-й А. Так он и назывался, Музыкантский район. 10-й район был детским и принадлежал сиротскому приюту святого Тихона Задонского, которым руководила сподвижница владыки Иоанна Шанхайского Марина Шахматова. Вот утро начиналось у нас так, Тихона Задонская палатка, все ребята спят. А я с ней, она любила пойти утром рано покупаться. И вот мы с ней в 6 часов идём, проходим мимо других палаток, другие женщины к нам пристают, и мы выходим к океану. Красота. Боже мой, голубые нервы не выкупаем. И мы обратно приходим, обратно приходим. Она начинает жарить лепёшки нам, и мы все завтракаем. Детям на острове действительно было хорошо. Море и джунгли, в которых они, горожане, познавали незнакомый, многообразный природный мир. Эти впечатления они запомнили навсегда. Я так иду, значит, смотрю, на меня так змея смотрит. А меня учили, если змея смотрит, и смотри на неё, она тогда на тебя не примет. Пока я так смотрела, смотрю, это хвост, там, наверное, 10 футов, а другой хвост торчит. Думаю, боже мой, это какая здоровенная штука. Как это всё ярко помнится. Не только умственно, но физически. Вот я за мной, дикарь, бегал. Это запахи. Вот эту гниль, влагу, рыбу. Вот видеть вот эту рыжую, красную почву, зелёную мимозу вокруг нас, джунгли, которые уже почти закрыли. Эту площадь, которая когда-то там существовала, маленькую дорогу, которая когда-то там была. Это всё уже джунгли себе вернули. Каждый день на острове начинался в борьбе с этим первобытным, враждебным тропическим лесом. Через полгода им, городским жителям, стало казаться, что джунгли победили, а их просто здесь забыли. Когда ночью дождь, ливень такой идёт, дырявые палатки нам эти аэроамериканцы дали. Знаете, дырявые палатки, все мочатся. Я сижу, платью. Это вся палатка наша. Там ребята, конечно, спят. Если в уборную выйти, там летучие мыши вот такие летают. И прямо, знаете, на вас страшно, страшно. Ну, в общем, думая, что такой ливень, думая, что вообще весь остров смоет. Единственной связью русских беженцев с большим миром, их надеждой, стал владыка Иоанн. Он был отозван Стубабау и назначен окормлять паству русской православной церкви за рубежом, в Западной Европе. Владыка Иоанн считал, что главная причина, почему такое количество русских оказалось за границей, это для того, чтобы православие распространилось по всему миру. И действительно, после исхода русских из России эмигрантов в каждой стране, на каждом материке появились храмы. Храм в память царя-мученика Николая Александровича находится в Брюсселе. С его постройки начал владыка Иоанн свою работу на новом месте. Его помощницей в те годы стала дочь сподвижника генерала Врангеля Мария Котлеревская. Владыка мне было тогда, я думаю, лет 20. Спрашивает меня, ты английский язык знаешь? Учу Владыка. И тут Владыка меня попросил. Он мне диктовал письма по-русски. И я эти письма переводил, и Владыка потом посылал сенаторам в Вашингтон, чтобы освободить свою пасту китайскую из Формозы, из Тубавау. Не мог он быть в мире самим собой в Западной Европе, где его окружала всеобщая любовь, почитание. Его душа рвалась туда, на маленький остров в Тихом океане, где его ждали 6 тысяч человек, измученных неизвестностью. И за каждого из них Владыка Иоанн чувствовал себя в ответственности перед Богом. Причем ему было важно не только найти для этих людей новое место жительства, новое пристанище, где им надо было бы выживать. Может быть, важнее для него было, чтобы раскаленное солнце не выжгло бы им душу, чтобы там, на маленьком острове, на горячем песке Тубавау, они бы все-таки оставались бы людьми. Я думаю, в своей пасте он, в общем, он ее уверял и каким-то образом убедил, что нужно каким-то образом сохранять эту самую чистоту духа. И здесь учредил вот приход. Крест повесили и на праздники приходили на службы. Но, конечно, церковь одна была, а беженцев было пять с половиной тысяч. На немногочисленных фотографиях, привезенных с острова Тубавау, почти все беженцы улыбаются. Казалось бы, все счастливы, однако большинство взрослого населения острова на тот момент находилось в глубокой депрессии. Владыка Иоанн и совет лагеря понимали, их смертельный враг, скучность проживания и замкнутость пространства. Чтобы не сойти с ума, всем необходима была даже самая простая работа. Вот мой отец, он без правой ноги, потерял ногу вот в белом движении. Он работал санитаром. А шанхайский Дэнди Глеб Шевелёв стал на Тубавау главным специалистом по ловле смертельно ядовитых гадюк. Сейчас в это трудно поверить, но на острове выходили газеты. Вечерами главная улица палаточного городка была освещена. Работал кинотеатр и больница. И, ходя по этому острову, мы увидели остатки старой дороги. Тринадада объяснила, что здесь как раз и был расположен русский лагерь. Госпиталь был расположен вон там. Это был барак, который когда-то был построен американскими военными. И моя мама там работала стоматологом. Так что я часто сюда приходил. А для 400 детей лагеря была открыта настоящая школа. Когда мне было 6 лет, был роковой момент в моей жизни, когда мне родители объявили, что с этого дня ты больше не сможешь играть каждый день, а должен будешь ходить в школу. Я один из 8 человек, которые окончил эту школу. Все мальчишки кончили школу в начале ноября 50-го года. Был у нас выпускной акт. Большую часть жизни Олег Реевод прожил в Сан-Франциско. Здесь он окончил университет. Но уроки острова Тубабау он не забудет никогда, как и свое скаутское детство. У нас было в дружине с Каутской около 400 человек. Каждое воскресенье были беседы у костра. Беседы у костра – это, главным образом, песни. Теперь больше не поют люди. А мы без песни не могли раньше. Вот если, знаете, Рождество, Пасху, именины, собирайся обязательно поем. Станем петь, станем помогать. На востоке заря нам пора уходить от родного костра. Несмотря на то, что остров Тубабау находился на пути разрушительных сезонных тайфунов, не только раз угрожала серьезная опасность. Все филиппинцы с острова уходят. И удивляются, что русские-то тут все сидят. А куда мы пойдем? Да, владыка ходит, благословляется. Крестит, крестит, и тайфун. Нас особенно не трогает. Тайфун закончится, эти приходят, значит, филиппинцы. Смотрят, мы живые, все на месте. Но до сих пор среди местных жителей, которых на острове осталось очень немного, жива легенда о святом белом человеке, который умел подчинять себе тайфуны. Хотелось верить. Такой импульс характерен для русских людей. Русские люди часто, так сказать, рассуждают нерационалистически, мне так кажется. И вот это чувство берет вверх, понимаете. Хотелось верить. Однако душевные силы беженцев были на исходе. Пошел третий год жизни русских на острове. Конечно, это был не сталинский лагерь в холодной Сибири, но это тоже была каторга. Удушливый рай посреди чужого океана. Им еженедельно обещали, что да, вот скоро это будет, вот, наверное, на следующей неделе. И, конечно, много людей теряли надежду. Естественно, надо было что-то делать помимо одной молитвы, потому что надо было самим действовать. И Владыка Иоанн действовал. Он всегда искал какие-то пути, чтобы найти выход из положения, и чтобы люди могли уехать оттуда. Когда Владыка поехал в Вашингтон, Д.C., чтобы провести специальный закон, что всех можно пропустить. Это кафедральный собор святого Иоанна Предтечи в центре Вашингтона. Здесь всегда многолюбие. Много лет его настоятелем является протеерей Виктор Потапов. Это было ровно 60 лет назад, в сентябре, вернее, будет 60 лет, как Владыка Иоанн основал нашу общину и совершил первое богослужение. И вот в результате у нас сейчас собор здесь очень красивый. Главными святынями собора, основанного Владыкой Иоанном, являются вот эти три иконы. Появились они совсем недавно, после смерти местной прихожанки Татьяны Деевой, приехавшей в Америку из Китая. И я уже какое-то время после ее кончины обнаружил среди фотографий конверт с маленькими черно-белыми фотографиями. На конверте ее рукой было написано латинскими буквами «Тубабау». И я посмотрел на эти фотографии. Эти фотографии изображали палаточную церковь Тубабау. И среди икон, которые мы нашли в ее квартире, были вот эти иконы. И, очевидно, он молился перед тем, как отправиться в далекий путь в Вашингтон, чтобы ходатайствовать за свою паству. Борьба за жизнь русских, находившихся на Тубабау, осложнялась еще и тем, что с 1924 года в США действовал строгий квотный эмиграционный закон, не позволяющий принять сразу несколько тысяч человек одной национальности и из одной географической точки. Даже если эта точка затопляемой тайфунами островок посреди океана. Рассказывали, что он пришел к сенатору Фостер Дарвису, встал на колени в углу и начал молиться. Конечно, этот американский сенатор, наверное, чуть ли в оборок не упал. Им нестерпимо хотелось вырваться из джунглей в большой мир. Наконец, постепенно беженцы начали разъезжаться, кто в Новую Зеландию, кто в Австралию. И только прихожане владыки Иоанна продолжали оставаться в джунглях, с нетерпением ожидая ответа из Вашингтона. Рассказывают, что владыка, отчаявшись получить этот ответ, Несколько дней в простой монашеской рясе простоял высеком на ступенях Конгресса, требуя немедленного решения судьбы русских беженцев. Стубабау. Я люблю его называть первым таким крупным православным лоббистом в Вашингтоне, потому что он добился своего. Американский Конгресс и президент подписали закон о впуске в Америку вот этой группы. Теперь эта эпопея стала историей. Два года и семь месяцев прожили русские на Тубабау. Во имя Шевелёв обнаружил только остатки русского лагеря. Группа, в которую входила его семья, успела покинуть Тубабау одной из последних. Как и вся паста владыки Иоанна, они оказались в Калифорнии, в Сан-Франциско. Мы приехали в Сан-Франциско. И для нас это, конечно, для детей было замечательное место, всё новое, красивое. Но честно могу сказать, что многим, которые приехали из Шанхая, они посмотрели на Сан-Франциско и сказали, а где остальной город? Потому что Сан-Франциско в те годы и даже сейчас город малюсенький. Как и многие другие бывшие шанхайцы Шевелёв живёт в Сан-Франциско уже более 50 лет. Работает в крупном экологическом фонде. За эти годы на его глазах Сан-Франциско из-за штатного портового городишка, известного только своей тюрьмой Алькатрас, превратился в интеллектуальную столицу США. Здесь, в местном университете, Владимир познакомился с Ириной, с такой же, как и он, русской эмигранткой из Китая. Теперь у них двое взрослых детей, третье поколение Шевелёвых, живущие вне России. Но родной язык в семье, конечно же, остаётся русский. Вот мы приехали домой. Вот моя собачка Мини. И моя жена Лена. Здравствуйте. Заходите. Заходите, пожалуйста. Самая любимая часть нашего дома – это наш сад. Вот, посмотри. Значит, проходит дальше сюда. Вот мой огород. Мандарины. Если бы не пальмы и апельсины, дом Шевелёва был бы похож на привычную русскую дачу. Но в 1951 году город показался беженцам враждебным и совсем чужим. Страну затопила волна маккартизма и охоты на ведьм. К тому же началась Корейская война, сразу превратившая их, говорящих на русском языке, во врагов. Дикая антирусская пропаганда. Здесь начался такой вот ультрапатриотизм. Появились плакаты, значит, что «Будьте американцами, мыслите как американцы, think American, говорите как американцы, speak American» и так далее. Было такое, так? И на это реагировали. Можете представить себе, какой показалась им жизнь в Америке после трёхлетнего ожидания на острове, где время вообще, казалось, остановилось? Но уже жить, как в Шанхае, община им не пришлась. Америка. Каждый живёт сам по себе. Им нужно было как можно скорее врасти в эту стремительную, бьющую ключом американскую жизнь. Многие даже стали менять фамилии. Моё имя – это Иван Александрович Талли. Фамилия по-русски Телятьев. Но у меня было много проблем, когда я сюда приехал с моей фамилией. Потому что моя фамилия по-латинскому. Т-Е-Л-А-А-Т-И-А-Е-Ф-Ф Даже мой отец тоже переменил время в фамилию Шевелёв на Шелви. И я вырос с другой фамилией. Все первые годы жизни в Америке найти достойную работу для русских было очень трудно. Музыкантам здесь устроиться вообще с зарплатой невозможно было. Я первый устроился мальчишкой на побегушках в конторе. Просто устроился. 9 долларов и 40 копеек в день. Моя первая должность была бас-бой. Это собирающий посуды в кафетерии. И были случаи, когда я просто приходил, снимал себя из этого и буквально ревел. Как говорится, потому что невозможно было. Устроился на работу разнорабочим. На фабрике, изготавлявшей замазку для окон. Я себе поставил, значит, цель. Я решил, что в Америке надо работать как машина и не жаловаться. Была еще одна проблема – потеря социального статуса. Дело в том, что дипломы, полученные в самых престижных университетах Шанхая, в Америке, оказались просто бумажками. Для Шевелевых, особенно для отца, Глеба Владимировича, это стало настоящей трагедией. Когда он приехал сюда, он почувствовал необходимость, чтобы сразу же зарабатывать деньги, чтобы как-то опекать свою семью. И его не принимали на ответственные посты. В Шанхае Глеб Шевелев был, как бы сейчас сказали, топ-менеджером по управлению американскими компаниями в Китае. В 38 лет, оказавшись в Сан-Франциско, он понял, в третий раз надо начинать с нуля. Но сил на новый взлет уже просто не было. Вы знаете, когда я был мальчиком, я не понимал, что произошло с моим отцом. Когда человек, мужчина, который достигает что-то в жизни, имеет жену, детей, свою мать, которую он всегда содержал, бабушку мою, и вдруг с ним происходит то, что он не смог покорить, он теряет достоинство свое. Рожденный победителем, Глеб Шевелев не покорил Америке. Все оставшиеся годы своей жизни он проработал простым механиком в автомастерской. Да, у них был новый дом, обеспеченный отпуск, и планы на будущее. Не было только одного – дружной семьи. Я несколько раз уходил из дома, начиная, когда мне было 15 лет, и окончательно, когда даже до того, что закончил гимназию, ушел из-за того, что не мог жить с отцом, честно говоря. Потому что он был сердитым человеком, а я был молодым и диким. Спустя годы Владимир понял и простил отца. А тогда он бросил все и добровольно пошел. Нет, просто сбежал в самое пекло американской армии на службу в морскую пехоту. Это 14 недель ада, где они пробуют сначала сломать человека, потом из остатков сотворить того, которого бы они хотели. Но сломать этого упрямого русского парня с американским именем Увел Шелви инструктору все-таки не удалось. После Карибского кризиса меня перевели на Гавайские острова, где я был радистом. А потом я услышал, что требуется учитель русского языка. Весь оставшийся срок службы Владимир не брал в руки винтовку. Он учил своему родному русскому языку элиту вооруженных сил Соединенных Штатов. Америка снова готовилась воевать с СССР, теперь уже во Вьетнаме. Но Владимир твердо решил, эта война не для него. Как раз вот когда мои части, в которых я служил, отправлялись в Вьетнам, меня выпустили немножко раньше срока и позволили мне записаться в университет. Конечно, вот все эти переживания подтвердили мне, что я действительно русский, и что я очень ценю свои русские корни, русскую культуру. И мне очень хотелось съездить в Россию не просто так посмотреть, а чтобы пожить там. Все второе поколение русских, родившихся в Китае, неумолимо тянуло на родину, страну, которую они никогда не знали. Первым в СССР оказался Моравский. В начале оттепель он приехал вместе с выставкой американской живописи в Москву. Говорить об искусстве ему тогда пришлось с женой Хрущева, Ниной Петровной. А со своей супругой Шевелев оказался в Москве только в 1971-м. Оба они работали гидами-переводчиками на промышленной выставке в Соединенных Штатах Америки. Я много читал про реакцию людей, которые, так же, как и я, впервые вернулись на родину своих предков. И я долго думал, как я среагировал. И я вам честно скажу, что, как я среагировал, что я поцеловал цемент перед самолетом, когда я приземлился в Москву. Несмотря на непривычную советскую жизнь, страна заворожила Шевелеву. По возвращении в Сан-Франциско он сделал все возможное, чтобы с семьей опять приехать в СССР. Заключив контракт с американской компанией, ведущей дела с русскими, он снова оказался в Москве. Теперь перед Владимиром Шевелевым была сложная и опасная задача. Найти пропавшего еще в Корее в 1948 году двоюзного брата отца Валерия Янковского. И мы знали, что он выжил в концлагере, что его освободили приблизительно в 1963 году. Но все равно он жил в условиях таких, которые не позволяли ему общаться с иностранцами. Это теперь, через 20 лет, они могут спокойно сидеть вместе у костра под Владимиром. И говорить о двух знаменитых, породнившихся семьях Владивостока, о Шевелевых и Янковских, вписавших свои имена в историю дальневосточного края. Они дорого заплатили за это. Заплатили порушенным хозяйством, гибелью близких, 15 годами каторги Янковского в СССР. Теперь они могут вспомнить и о своей первой встрече в 1972 году, которая напоминала шпионский детектив. Проблема была в том, что в те годы Владимир был закрытым городом. Так что я записался на тур, приехать посмотреть Владимир. И мы остановились в гостинице «Владимир». Я воспользовался случаем. Пошел в туалет и быстренько вышел из туалета через окно. И, значит, первый шаг успешен. Но после этого, как найти моего дядю? В его распоряжении было только два часа. Именно столько продолжалась экскурсия по Владимиру. Шевелев бежал по городу из-за акцента, боясь обращаться к прохожим. В руках он зажимал бумажку с адреса. Вырос такой великан у меня в коридоре, в темном, и говорит, вы Валерий? Я говорю, да, Валерий Юрьевич, да. А я Володя Шевелев, я Владимир Шевелев, сын Глеба. Я говорю, что? Я, знаете, никак не верил, что это может случиться. Да, они не выбирали свой путь. Так сложилась судьба поколений. Но везде, куда бы их ни забрасывала судьба, они всегда организовывали и охраняли свой русский мир, свои русские острова. Много таких островов разбросаны по белу свету. Есть они и в Сан-Франциско, где живут потомки и Янковских, и Шевелевых, и еще сотен беженцев, ушедших с Дальнего Востока. Но одним из главных для них островов является Кафедральный собор в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей. Его достроил в 1964 году владыка Иоанн, вернувшийся к своей пастве незадолго до смерти. А 2 июля 1994 года Русская зарубежная церковь прославляла великого своего подвижника архиепископа шанхайского Иоанна. По улицам Сан-Франциско шли тысячи людей из всех стран русского России. И в первых рядах были те, кого владыка Иоанн не оставил в Шанхае и кого он спас с далекого острова в Тихом океане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова